Субтитры делал DimaTorzok Не столько о новациях, сколько о переоценке ценностей и более кроссоверных особенностях. Поэтому сейчас можно изучать действительно новое поколение Suzuki SX-4. Новый, более агрессивный дизайн и увеличенные габариты. Все это выводит SX-4 в очень острый по уровню конкурентов сегмент, в котором толкаются локтями Nissan Qashqai, Mitsubishi ASX и Peugeot 3008. Длина нового SX-4 увеличилась на 15 см по сравнению с предыдущим поколением, и это не просто дополнительный объем для пассажиров и багажа, но и точность и управляемость за счет удлиненной колесной базы, что было откровенной проблемой предыдущего SX-4. Если говорить о предназначении, то все равно новое поколение не будет прямо предназначенным для серьезного бездорожья. Увеличение колесной базы привело к удлинению переднего свеса, а ход подвески и алгоритм работы рулевого управления больше рассчитаны на комфорт, чем на оффроуд. Как и другие моменты, кстати, например, шумоизоляция реализована на порядок выше, причем специально для нового SX-4 создана шумо- и виброзащита задних арок и стоек багажника. В этом же русле можно оценивать и единственный для всех версий SX-4 мотор – 1,6-литровую бензиновую четверку мощностью 117 сил, с небольшим крутящим моментом, но зато с очень умеренным аппетитом. Средний расход, по нашим наблюдениям, примерно 8 литров в комбинированном цикле для переднеприводной версии с вариатором. Зато внутри совсем другая интерьерная стилистика. Для нынешнего SX-4 создана новая комбинация приборов и структура материалов. И это явный шаг к более взвешенным немецким стандартам комфорта. От подсветки всех кнопок до обшитых мягким покрытием подлокотников в дверях. Базовая комплектация нетрадиционно для Сузуки богатая. 7 подушек безопасности, трип-компьютер, круиз-контроль, электропакет зеркал и стекол, подогрев сидений, USB-коннект и аудиосистема, электронный комплекс АБС с разными вспомогательными ассистентами, стабилизация ESP, то есть опциональный уровень действительно конкурентный. Допаковать можно фактически любую из трех основных версий Сузуки SX-4, но в каждой из них есть багажник с двойным дном на 430 литров объема и увеличенное пространство для задних пассажиров. Хотя, если мы говорим о кроссовере, то потенциал передвижения для нового SX-4 все-таки будет очень важным аргументом. Дорожный просвет, привод и аппетит – вот что является ключевым вопросом для этого сегмента. И в данном случае имеется несколько ответов. Во-первых, новый SX-4 получил разный клиренс – 180 мм для версии на 16-дюймовых дисках и 175 мм для версии на 17-дюймовых. Привод, либо передний, либо полный, с совершенно новым комплексом, который называется All-Grip. Это интеллектуальная система с возможностью выбора одного из режимов. Авто, спорт, сноу плюс, эмуляция электронной блокировки 4х4 лог. На практике это вряд ли будет самой частой в использовании опцией, хотя на самом деле All-Grip имеет пару фишек. Например, диагональное вывешивание или возможность блокировать дифференциал на скорости до 60 км в час. А вот режим спорт активизирует набор оборотов и, наоборот, не дает задним колесам подключиться даже в занос. Самый интересный, на наш взгляд, это снежный режим. Кнопка сноу дает шанс погулять и полному приводу, и одновременно усиливает вмешательство электронной системы стабилизации. И, кроме того, All-Grip очень удобно использовать в виде аргумента, ведь это универсальный инструмент, который оставляет место и для передвижения в кроссоверных условиях, и вместе с тем помогает удержать ситуацию под контролем. Если говорить об идейных выводах, то все выглядит достаточно интересно. Новый Suzuki SX-4 вышел в более высокий класс кроссоверов, хорошо проработанный, и при этом он учел те моменты, которые вызывают критику у конкурентов. Фантастически удобный и точный вариатор с подрулевыми лепестками, новые решения и материалы в салоне, оригинальная система 4х4, заточка на комфортной ситуации, и, наконец, наконец-то адекватный расход топлива. Большой багажник, улучшенные комфортные характеристики и интерьерный объем, но при этом в новом SX-4 явно ощутим образ азартного и прогрессивного автомобиля. Ему явно есть что предложить покупателю, который хочет кроссовер. Но, с другой стороны, у SX-4 есть и внесегментные аргументы для тех, кто не ищет внедорожных приключений и рассматривает клиренс исключительно как метод парковки на бордюре. Но в любом случае новое поколение Suzuki SX-4 выглядит качественно новым автомобилем по сравнению с предшественником, а значит, первое свое задание он выполнил. Субтитры создавал DimaTorzok